Друзья, всем привет! Сегодня у нас 26 октября. Именно с этого места, с этого вокзала я начинаю свое пятидневное путешествие. Это поход в Туапсинский район, в горы. Поехали со мной. Первое, что нам нужно, это добраться до Хадыжинска. Именно поэтому мы купили билеты на автобус Краснодар-Хадыжинск. И спустя три часа уже будем в этом городе. Время практически 11 часов. Мы добрались до Хадыжинска. Теперь будем искать маршрутку, на которой нам можно будет доехать до поселка Индюк, откуда у нас начнется поход в горы. Сейчас вот решили перекусить. Смотрите наши портфели, рюкзаки. Ну, это еще небольшой. Вот. А второй, это просто вообще, он, наверное, тяжелее, чем я. Подъехала, в общем, маршрутка, на которой ничего абсолютно не написано. Но это именно та, которая нам нужна. Поэтому мы уже все вести и едем. Дорога находится в горной местности. Поэтому здесь такие отвороты-загороды. И машины тут поворачивают. Мы в одну сторону летим, мы в другую, мы в другую. Ну, вообще, дорога, конечно, что-то как в Сочи, что-то такое, похоже. Здесь еще дорога будет ездить через Шумляновский перевал. Это вообще, конечно... Кстати, этот перевал просто обычная гравийка. Сначала поднимается на 3 километра вверх, а затем спуск. И это уже Туапсинский район. Здесь строили туннель, но его прекратили делать, поэтому единственный способ добраться, это вот по этой дороге. Что ж, мы добрались до Индюка уже, и сейчас будем выдвигаться вверх. Наш путь, в общем, начинается с крутых подъемов. И придется идти порядка двух часов. С непривычки, конечно, очень тяжело. Несмотря на то, что сейчас у нас конец октября, из-за того, что такие физические нагрузки отдаешь организму, очень жарко. И даже было бы комфортно, я не знаю, в шортах подниматься. Ну, конечно, это только днем. Вот, потом будет холодно. Вот уже вид у нас скрывается такой красивый. И с каждым поднятым, пройденным вверх километров будет только все лучше и лучше. Первые три километра прошли очень легко. Фух, портфельчик, как бы, ну, рюкзак маленький за спиной, поэтому в гору идем очень легко. С собой минимум вещей. В общем, всем советую, что есть походы. Палки вообще, в принципе, не нужны. Это я так же, красоты. Еще раз, сколько там километров, но быстренько пройдем. Мы, кстати, первооткрыватели сегодня. Вот. Остальная наша группа подойдет поздней. Мы уже поднялись достаточно высоко, и здесь уже открывается вид на те самые вершины. Посмотрите, какая красота. Немалых усилий стоило добраться даже до этого места. И по пути мы встречали достаточно много туристов. Все тоже с рюкзаками. Кто-то поменьше, кто-то побольше. Даже с детьми сюда идут. Вдоль всего пути встречаются небольшие полянки, на которых можно передохнуть или установить здесь, разбить свой лагерь. Вот, например, как это. Видно, что здесь костровища, столики. И можно посидеть, отдохнуть. А сейчас мы находимся на Каменном море у подножия Индюшки. Посмотрите просто, какой здесь открывается вид. И здесь у нас стоит памятник защитникам города Туапсе. Написано «От РЖД», поставлен в 2018 году от благодарных потомков, работников Туапсинского «ЖД-узла». Пока не пришли наши друзья, мы поставили лагерь, костерок. Сейчас пойду за водой. Здесь рядом есть источник. Очень хорошо. И посмотрите, сколько здесь народу. Очень проходное место. И совсем рядом с лагерем, с палацами. Вот этот ключ, это очень здорово. Вода вкусная, хорошая. Самое то для туристов. Не нужно с собой нести большие бутыли с водой. Источник, конечно, спасает. Убираем водичку. У нас сейчас будет обед. Варим чечевичный суп. Крутяк. За мной. Я в тебя верю. Реду, да? По-моему, это слишком длинное. Девочки, девочки, не улыбаемся мальчикам. Девочки, не улыбаемся мальчикам. Ставим палатки. А ритики пособирались. А там не пообирались. И собаку. Что ж, наши ребята наконец-то пришли. И сейчас все развивают лагерь потихонечку. А я вам хочу показать, сколько стало здесь народу на поляне. Люди даже флаги повесили. Эта поляна очень удобна, потому что она прямая. Дальше уже там неудобно останавливаться. Также по пути были маленькие полянки. На них тоже люди ставили палатку. Но вот это, наверное, самая большая. Смотрите, коврики... Не-не, ложите вот так. Вот так вот. Да, безумно, мы так и лом. Чтобы тепло было вам. Что ж, наступило 27 октября. Лагерь потихонечку просыпается. Сейчас будем готовить кушать и завтракать. И нас ждет большой и долгий день. Оставляем здесь. Одну убытку. Краснодарцем на растерзание. Свои ноги туда только не сувала. Тем временем мы уже поднимаемся в гору. Ну что ж, основная часть пути на Индюшку уже была преодолена. И остался самый крутой подъем. Посмотрите, куда придется подняться. Это, конечно, что-то. Такой крутости еще не было. И вот как раз Индюшка виднеется уже. Что ж, мы добрались до полянки, на которой оставляют все свои рюкзаки. И уже дальше идут лазить по Индюшке. Смотрите, сюда даже люди заехали на машине. Так что у кого машина с высокой проходимостью, можно делать то же самое. У нас такая же машина. Поэтому тоже вот себе на заметку, что можно приехать сюда. Написано, что здесь дальше пешеходный маршрут на Симашка. Нормально мы. Вон даже люди на мотоциклах. Что ж, мы поднялись на гору Индюшка. И здесь просто невероятный вид открывается. Видны поселки. То место, откуда, собственно, мы и начали наше восхождение. Ну что сказать. Это стоило того. Да. И хорошо, что взяли с собой бинокль. Можно вдаль смотреть. Здорово очень. На самой вершине находится вот такая вот. Мемориальная табличка, павшим от трофейщиков. Написано, вечная память воинам на поле брани, убиенным. Это вершина у нас. Индюшки. Катя, вот так становимся. Имеет танки наши быстро. Танковые войска. Так, я скидываю сейчас. Да, хорошо, давай. Вот он трудный. Трудный? Пацан, 69-70. Ну, что-то на мину, наверное, это было. Наверное, да. Походе был что-то. Да. Тоже железа много. Это диск, что ли? Нет, это не диск. Здесь очень много этих, кусков от этих, отхочил. Это каска. Каска. Да, советская каска. Много будет попадать. Это граната. Это граната. Везде встречаются вот такие небольшие Памятные места И везде лежат детали От разных Оружий Каски и так далее Потому что здесь в свое время проходили Ожесточенные бои И вот люди, археологи Скорее всего, искатели Находят и выкладывают И создают вот такие вот местечки Мы уже достаточно много таких прошли Здесь находится икона Потому что внизу источник, который осветили Но он сейчас еле живой Вот наши все поднимаются 25 сентября Началось немецкое наступление на Туапсе 23 октября Враг вышел к горам Симашхо И два брата Передовые части спустились в долину реки Туапсинки От которой до Туапсе 30 километров В конце октября На Туапсинском направлении Враг вынужден был перейти к обороне Не увенчалась успехом И третья яростная попытка врага Захватить город Добрались мы до места Выбрали поляну Некоторые даже уже палатки поставили Но часть нашей группы решила остаться наверху Вот там вот горит костер А родник вот внизу самым И он просто еле живой И будет проблема в эту ночь с водой Туда же она не течет Что? Ничего Так иди спрашивай Идали в литинскую Сейчас приносим Не надо туда становиться В этом воде течет Под листьями В общем было принято решение Всем идти наверх Несмотря даже на то Что мы там разожгли костер Фух Ну Раз так решили Значит ночуем в другом месте Как только солнце прячется В лесу сразу становится очень холодно Хочется потеплее одеться Но все равно здорово Вот просто так сидеть у костра И греть руки Прям действительно Такие воспоминания из детства Когда мы ездили с родителями в лес Сейчас вот я смотрю Солнце уже Уже садится Оно такое красное Красное Скоро за тучей спрячется Вода такая прям белоснежная Прозрачная Мы готовим борщ Зажарочка пошла Пошла Уже начну я подгорать Чесночок Да-да-да-будем добавить Там, Танюша, Танюша, там Там, там Шурумбуруми Наливай Только днище Ты понял, да? На дне осадок Малыш, пройди вот так На дне осадок Берешь О-о-о, не колбань Молодец И наливай Давайте Пойте Расцветали Яблони и груши Поплыли Вады над рекой Выходила Над рекой Катюша На высокий берег На крутой Выходила Писю заводила Простеп новости заварла Про того, которого любила Про того, которого верила Молодцы! Спасибо! Стрелка лучшая! А вот моя табличка, которую я делал Видите? Вот она Читайте Завидуйте Защитником Кавказа Темрюкский район СОЖ 17 15 11 Идет США Ага, 2007 Да Это лично я делал Вот Да И еще на двух братьях есть такая табличка Я ее видел Да Конечно, было много табличек стоит Одна наша есть Нет, почему? Вот, смотри, сколько их Да-да-да-да-да Там тоже, кстати Голубицкая? Нет Нет Я здесь сражался и победил Ветеран От души, да, ребята? Да-да-да-да Это ветеран, который остался жив Здесь еще наверху флаги развиваются Ого Вообще Ага Так что тут написано Защитникам Кавказа от участников похода по местам боевой славы Посвященного 40-летию победы 45-85 год Краснодар Мы на горе Симашка Первый раз за 25 лет сюда поднялись Ночью Спасибо этим защитникам Да За них мы Волнуются первый раз на телевидении Да, первый раз на телевидении В общем, мы гордимся Благодаря им мы сюда попали Да Благодаря им мы сюда попали И мы гордимся этим Да Гордимся защитниками Которые защищали эти рубежи Город Уапсе Спасибо им Наступило 28 октября Лагерь у нас с утречком потихонечку просыпается Все чаек пьют И сейчас будем готовить завтрак Вчера ночью мы поднимались Вот на ту гору На Симашка Вот А сейчас поднялись на соседнюю Здесь тоже открывается очень красивый вид Посмотрите А там далеке Индюк что ли, нет? Да Ааа И там мы были Вот Красиво Мы туда побывем Да Это туман Это облака Да Облака Да А так кажется Как будто Мы были Когда с Витькой С этими Вот так Прямо вот И так вот Хотелось Потрогать облака После ночевки на Симашка И восхождение Мы направляемся на другую гору Которая называется Два брата Сейчас я стою На такой видовой площадке И внизу видна Анастасиевская Вот она как раз По пути с горы Симашка На два брата Есть такой мемориал Который Поставлен в честь лейтенанта Кошкина Алексея Который здесь Написано В табличке 30 октября 42 года Поднимая своих бойцов В атаку Погиб Подорвавшись Подорвавшись Себя и фашистов Гранатой Посмертный герой СССР Смотрите Здесь вот Такие Предметы Откупаны Ну а ранее Таблички Памятные Вечная память Слава Слава воинам Отдавшую свою жизнь Защищая родину И защитником Кавказа 83 год Современные поколения Продолжают помнить Своих героев Это очень важно Нужно воспитывать У молодого поколения Патриотизм Потому что Именно Действительно Благодаря им Мы сегодня Живем За все то время Что мы идем Очень сильно Меняются Пейзажи То это Леса То это Что-то типа Полей С высокой Травой То это Подъемы То это Спуски Просто Очень Различные Пейзажи Вот например Такого Пейзажа Еще не было Смотрите Какая сушь Стоит Просто Вообще Они как будто Все высохли Эти деревья Вот Мне кажется Даже похоже Чем-то на болото Только Сухо Вот Вот мы идем И Вот сегодня Да И очень много Зарослей Ежевики Только ягод Почему-то я не вижу Но она очень сильно Цепляется За одежду За руки Вот просто За все Открытые места Ну Переход Между Симашкой И двумя Братьями Такой Как бы Не особо Безопасный Бывали И обрывы Ну да Держались Как бы За ветки Спускались Поднимались Как же В походах Без приключений Потеряли тропу Идем Вот по таким Зарослей В итоге Вышли Вы к такой Речке В общем Мы нашли Нашу Наконец-то Поляну И теперь Разжигаем Костер Быстрее Стрелка Тарелка Подъедет Какой пловик Вообще Зачетный А что вы сидите Богдан Что ты сидишь Быстрее Бегом за тарелкой Не знаю Сейчас узнаешь Бегом есть Семена 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 Росток Росток Цветы Рассада Рассада Выросла Подсолнух Семечка Выросла Семечка Масло Растительное Подсолнечное Подсолнечное Масло Растительное Подсолнечные Семечки Подсолнечные Семечки Поковочка Дынька Арбузник Бахча Бахча Это цветок Роза Овощ Или еда Овощ 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 Помидор Что ж Наступило 29 октября Мы прошли уже большую часть пути И сейчас После ночевки Направляемся на Гору Два брата Предстоит подъем Сегодня у нас ночью Везде Рядом с палатками бегали Животные Кричали птицы А под утро С деревьев Начала падать роса Именно поэтому у нас сегодня Трапа Тропы сырые все Листья сырые Завтра вообще обещают Сильный ливень Не знаю Получится ли его избежать Очень хочется Чтобы сегодня Был сухой день Ну что ж Мы добрались Наконец-то На одну из вершин Горы Два брата У нее Две вершины Именно поэтому Такое название Посмотрите на вид Который открывается Музыка 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 Ну что ж, мы уже практически дошли до Анастасиевских полян и мы сейчас находимся у реки Пшенаха Отдыхаем, ждем всех и дальше уже пойдем разбивать лагерь Так получается, что все планировали поход до 31 числа но МЧС предупредила, что будет очень сильный ливень завтра и может быть даже сегодня вечером поэтому было принято решение идти сразу в сторону Анастасиевской и разбивать здесь лагерь иначе бы мы просто под таким спуском не смогли бы спуститься там, мы все падали, была бы грязь а сейчас мы уже будем на месте и это очень здорово хорошо, что мы набрались вот этот спуск, который был был очень крутым вот просто самым крутым вот с двух братьев мы спускались вот все вниз, вниз, вниз до самого поселка или станицы да, теперь идем вот там вот там раньше здесь был мост а теперь его размыло переходим в брод вот 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 И вот все, все дети так пойдут. По пути мы решили заскочить, посмотреть на дольмены. Вот один из сохранившихся дольменов. Существуют разные теории, для чего нужны были эти дольмены, для чего они строились. Вот одна из таких, это для, собственно, погребения умерших. Но все-таки историческая наука не может до конца прийти к какому-то единому мнению, зачем нужны вот эти самые дольмены были. А потом все, значит, и дети охранят весь лагерь. Хорошо. Зачем? Зачем, мама? Мы, наконец-то, добрались до нашего места ночевки. Последний раз разбиваем лагерь. Кстати, мы стоим очень близко к станице Анастасиевской. Ну и виды, конечно, здесь очень красивые открываются. На горы. Все? Ага. Даля Валентинович. Катя. А! Позови Даля Валентинович. Катя. 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 Катя, ты возьми бутылки, наполни ему Ваня. Ты не видишь, что они разные? Ты не видишь, что они разные? Наоборот. Пришли, в общем, в Анастасиевскую, идем до магазина. Даля Валентинович. До свидания. Добрый вечер. Ой, тихи. П 사용и пельмени. Пельмени. Ох, тебе хватит. Ой, подожди, еще я что-нибудь. Я что-нибудь. Я что-нибудь. На, я что-нибудь. Я что-то. Я что-нибудь куплю и сдам. Стой, я тебе все отдала. Я тебе все отдала, Дань. Снежный мальчик. Ребята, вообще, как вам поход? Понравилось? Хороший. Не сложно? Ну, бывали моменты, тогда было тяжело. А сегодняшний спуск? Самый последний? Спуск это круто было. Это было весело. Особенно на всяких спусках я вот так вот бегом, а на последнем я уже пешком. Я тебя заприметила, что ты вперед всех всегда. Да, я знаю. Она у нас летает, она у нас в пизде летает. Я на гору вообще медленно, а с горы кувырком. Понятно. Ну, было весело. Сам поход классно. На два брата, когда поднимаемся. Жалко, на Инчука не пошли. Да. Мы были на горе два брата, было круто. Ничего не видно. Я трогала облако, оно было облако. Машина! Видите, это наши друзья. Они уехали без нас. Их сидят шакалы. Кабаны! Призрачные! Призрачные! Сегодня мы прошли остаток дней. Остаток похода. Остаток моей жизни. Мы можем вам про гороховый супец рассказать. Женя, расскажи про гороховый супец. Он вкусный. Но ощущение после него появилось. Самый характер. Да, зато запоминаешь. Ищи! О, че! 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 Сахара посыпали туда? Есть. Сок добавили. Сахару. Сахару. Давайте с сахарку, да. Не первая разница. Ну, а тот взыкутся он еще не проходил. Че за стенку? Забирайте! Ложись! Ложись! На живот! На живот! На живот! Руки вперед! Ага. Считай. Считай достал Миш? Нет. Считай! Ну, читай! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, шесть, на жест, семь, восемь... Теревять, семь, восемь, десять, один, сörе... Замять, четырех... Счать! Счаять! Штак! Накрыв lapseе два... Есть. По одному месту не бейте! У меня там скоро дырка будет! Ту-три, м, вторая. Так, циркай там. Пятьдесятой, пятьдесят ереч werep quickly and 7, Пятьдесят, пятьдесят ось... Пятьдесят шесть,дата, семь... Пятьдесят, шесть... Пятьдесят, шестьдесят... Чё saucил anchor... 75, 76, 77, 78, 79, 80 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Открой рот Подожди, не поцеловай Нет, турист должен кушать все Закрывай глаза, открывай рот Целую Эппиншток Целую, он пишет, веревку, глаза можешь открыть, рюкзак, выбирай, чем запивай, чем запивать будешь, какая жизнь у тебя будет, сладкая жизнь, туристская сладкая жизнь, глоток, глоток, что ты пьешь. Молодец! Целуй, или что? Целуй, веревку. Целуй, рюкзак. Целуй, веревку. Целуй, веревок. Целуй, веревку. Рюкзак, целуй, рюкзак. И лежи, сейчас тебе метку, лежи. Лежи, лежи. Давим тебе печать, молодец, настоящий турист. Турист, ура! Никакие раны не страшны. Покажи, выгоди, на танц, на меня смотри. Лена, я боюсь. Давай, тебе салатный. Наступило 30 октября, МЧС нас не обмануло, пошел у нас дождь, поэтому сейчас будем все собираться под дождем. Без башки пошли. Паша, у тебя посмотри, есть? А это, наверное, будет. Нет, я проснулся. Подвинь, опять, ты не сюда подвезешь. Да, подвинь? Да, да, да. А то наша тропа. Легко, не, нет. Многие уже проснулись, но в такую погоду не решаются вылазить. Остальные сидят под тентом. Горы совсем не видно. Масло. Какое масло? Это сливочное, наверное. Топлёное. Топлёное. А сейчас мы направляемся в Анастасиевку. Там будет ждать школьный автобус, который всех школьников и учителей повезёт по посёлкам. А мы, скорее всего, доедем до Джубги, а затем уже будем ловить автобус до Краснодара. Анастасиевку. 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 Конечно, мы последний выходим. Субтитры подогнал «Симон»